Беседа 44, страница 288, том 8. Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пищи тленной, но о пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать свою Отец, Бог, Евангелие от Яна 6, 26, 27. Снисходительность и кротость не везде полезны. Бывают случаи, когда учителю нужна и строгость. Так, когда ученик ленив и упрям, нужно употребить против него и наказание, чтобы возбудить его от лености. Так поступил и Сын Божий, и во многих других случаях, и в настоящем. Когда народ пришел, и, найдя Иисуса, стал слезть и говорить ему, «Рави, как ты пришел сюда? Когда?» То он, чтобы показать, что не ищет чести у людей, а имеет в виду одно только спасение их, отвечал ему со строгостью. Он хотел этим не только исправить народ, но и открыть и обнаружить его мысли. Что же он говорит? «Истинно, истинно говорю вам!» «Вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Определенно и утвердительно. Поражает словом и обличает, но не жестоко и сильно, а с большим снисхождением. Не сказал «О, славстолюбцы и чревоугодники!» «Я совершил столько чудес, но вы никогда не последовали за мною и не поделились совершенному, но с некоторой кротостью и спокойствием. Ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились, указывая не на прежние только чудеса, но и на чудо настоящее». Он как бы так говорит, чем обличает их. «Не чудо над хлебами поразило вас, а то, что вы насытились». А что он это говорил о них не по догадке, это они сами и тогда же показали. Они действительно затем снова и пришли, чтобы насладиться той же пищей. А потому-то и говорили «Отцы наши ели манну в пустыне», опять привлекая его к пище плотской, что и заслуживало обвинения и величайшего осуждения. Но Христос не останавливается на обличении и присоединяет к нему и наставления, говоря «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». А эти слова имеют такое значение. Не заботитесь нисколько об этой пище, но о той, духовной. Но так как некоторые из людей, желающие жить праздно, злоупотребляют этими словами, как будто бы Христос отвергал в них трудолюбие, то теперь благовременно ответить и им. Они порочат целое, так сказать, христианство и подвергают его осмеянию за праздность. Но прежде надобно обратиться к изречению Павла. Что же он говорит? «Помните Господа, сказавшего блажение давать, нежели брать». Деяние 20.35. Но из чего было бы давать тому, кто сам ничего не имеет? Как же Марфи сказал Иисус? «Печешься о многом, а единое нужно на потребу». Мария же избрала богую часть. Лука 10.14. И еще. «Не пекитесь о завтрашнем дне. Не заботьтесь». Матфей 6.34. Необходимо теперь все это разрешить не только для того, чтобы отвратить людей праздность, если только захотят, но и для того, чтобы показать, что слова Божии не противоречат между собою. Вот и в другом месте апостол говорит. «Молим же вас, чтобы вы при избыточе сурили, жили в безмолвии и трудились своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся». 1 Фессионикийцам 4.10. «И еще. Кто крал, впредь не кради, но трудись своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Эфессианам 4.28. Здесь Павел заповедал даже не просто заниматься делом, но с таким трудом, чтобы было из чего подать и другому. И в другом месте опять он же говорит. «Требуя моему, Исущим со мною послужили руки Моисеи». Деяние 20.34. И в послании к Коринфянам говорил. «Какая же мне зато польза, но если проповедую безмезно, чтобы не было препятствия благовестию». 1 Коринфянам 9.18. «И когда он был в том городе, в Коринфе, то находился у Акилы и Прескилы и трудился». Деяние 18.2.3. «Ибо они были кинотворцы, изготавливали палатки». Все это, по-видимому, находится в большом противоречии со сказанным, и потому необходимо представить на это разрешение. Что же нам ответить? Что не заботьтесь, не значит не трудиться, но не привязываться к вещам житейским, то есть не заботиться о покое на завтра, но считать эту заботу излишнюю. Можно и трудиться, и не собирать ничего на завтра. Можно и трудиться, и ни о чем не пищись. По печенье и труд не одно и то же. Иное трудиться не для того, чтобы полагаться на труд, но чтобы подать нуждающемуся. Равным образом и слова, сказанные к Марфе, относятся не к труду, и занятий делом, а к тому, что надобно знать время для труда и времени, определенного для слушания, не употреблять на дела плотские. Значит, он сказал те слова не с тем, чтобы вовлечь Марфа в праздность, но чтобы привлечь к слушанию. Я пришел, говорит он, научить вас необходимому, а ты беспокоишься об обиде. Ты хочешь меня принять и приготовить дорогую трапезу? Приготовь другой пир. Предложи мне усердное слушание и подожжай ревности сестры. И не с тем это он сказал, чтобы запретить гостеприимство. Нет, совсем нет. Но чтобы показать, что во время слушания не должно заниматься другими делами. А словами «не делайте брашное гиблющее» не то дает разуметь, будто должно жить в праздности. Это-то преимущество и есть брашное гиблющее, так как всякому злу научила праздность. Сераха 33.28 На то, что должно трудиться и подавать. Вот это брашное уже не гиблющее. Кто же, я праздно предается чревоугодию и роскоши, тот делает брашное гиблющее. Напротив, если кто трудясь, питает, напаяет и одевает Христа, то не найдется никого столько бесчувственного и несмысленного, кто сказал бы, что такой человек делает брашно гиблющее, потому что за это брашно обещано будущее царства и те блага. Эта пища остается навсегда. С другой стороны, так как иудеи и вовсе не заботились о вере, не старались узнать, кто совершает такие дела и какой силой, а хотели только одного – насыщаться, ничего не делая, то Христос справедливо назвал такую пищу пищей погибающей. «Я напитал ваши тела», – говорит он, – «чтобы вы отсели и искали пищи другой, пребывающей, питающей душу, а вы опять бежите к пище земной. Значит, вы не понимаете, что я веду вас не к этой несовершенной пище, а к той, сообщающей не временную жизнь, но вечную, питающей не тело, но душу». Потом, так как он выразился о себе столь возвышенной и сказал, что он дает им ту пищу, то чтобы сказанное опять не показалось им странным, он подаяние этой пищи относит к отцу, сообщая тем достоверность своим словам, сказав, «Который сын человеческий даст вам, он превосокупил, на котором Отец положил свое знамение». То есть послал с тем, чтобы он принес вам эту пищу. Впрочем, это изречение допускает и другое толкование, потому что Христос говорит и в другом месте. «Кто слушает мои слова, сего знамя, Отец, что Бог истинен, этим показывает». Иоанна 3,33. То есть показал очевидно. Это же, мне кажется, и здесь означает вышеприведенное изречение. В самом деле, знамение Отец значит не другое, что, как показал, открыл своим свидетельствуем. Правда, Христос и сам себя показал, но так как говорил с иудеями, то поставил на вид свидетельство Отца. 291. Научимся же, возлюбленные, просить у Бога того, чего должно просить у Него. Те, то есть, житейские обстоятельства, каковы бы ни были, не приносят нам никакого вреда. Обогатимся ли мы, насладимся только здесь удовольствиями. Впадем ли в бедность, не потерпим от того никакой беды. Ни отрадные обстоятельства этой жизни, ни печальные, не заключаются в себе достаточной причины для печали и для удовольствия. Но и те, и другие не стоят нашего внимания и протекают с большой скоростью, отчего справедливо называются и путем, так как проходят и не могут оставаться надолго. Между тем, будущее и то, и другое остается навеки, как наказание, так и царство. Итак, в отношении к будущему станем прилагать большее старание, чтобы одного избежать, а другого достигнуть. Какая в самом деле польза от наслаждения земного? Сегодня оно есть, а завтра его нет. Сегодня оно цвет красивый, а завтра прах рассеянный. Сегодня огонь пылающий, а завтра пепел остывший. Но не таковы блага духовные, они всегда сияют и цветут, и с каждым днем становятся прекраснее. То богатство никогда не гибнет, никогда не переводится, никогда не истощается, никогда не подвергает беспокойству, зависти или порицания, не губит тело, не расплевает души, не возбуждает зависти, не навлекает ненависти, между тем, как все это соединено с богатством. Та слава не доводит до безумия, не рождает надменности, никогда не перестает и не помрачается. Покой и наслаждение на небесах также непрерывны, всегда неизменны и бессмертны. Нельзя найти для них ни предела, ни конца. Вас желаем же, убеждаю вас, этой жизни. Если будем ее желать, то не поставим ни во что благо настоящее, но станем презирать их, смеяться над ними. Все, что имеет конец, не очень возделенно. Все, что прекращается, что сегодня и есть, и чего завтра нет, хотя бы то было что-нибудь очень великое, все это кажется слишком малым и не стоящим внимания. Итак, будем любить не скоротечные, не приходящие и утекающие блага, но благопостоянные и неизменные, чтобы исподобиться их по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.